Сергей Ментал, посоветую литературу, которая поможет научиться разбираться в людях, читать человека, понимать его эмоции, мысли и намерения. На протяжении долгого времени мне многие из вас задают этот вопрос. Я поклонник такого метода, что зачастую среда, в которой мы находимся, и опыт взаимодействия с людьми, которые мы получаем, и формируют у нас то самое интуитивное понимание, благодаря которому мы понимаем, что за человек перед нами находится и какие у него намерения по отношению к нам. Но потребность в получении теории и, может быть, даже легкой иллюзии теоретического насыщения никто не отменял. Безусловно, очень важно формировать свой теоретический бэкгранд, чтобы даже начинающему человеку было понятно, куда обращать свой взор, понимать механизмы поведения, какие процессы в организме формируют то или иное состояние и эмоции. Пожалуй, праве не было бы им рекомендовать труды по таким дисциплинам, как нейробиология, нейрофизиология, когнитивная психология, этология, социальная антропология, может быть, даже психиатрия. Однако понимаю, что большинство из вас – это любопытный зритель, которому не нужно защищать докторскую диссертацию, а который хочет удовлетворить свою потребность для межличностной коммуникации. Поэтому очень важно, чтобы первая литература, с которой вы сталкиваетесь, была написана простым, понятным и, самое главное, увлекательным языком, а не убивала все желание интересоваться этой темой из-за обилия научной и сложно структурированной информации. Поэтому первая книга, которую я порекомендую – это «Наблюдая за человеком» от Дезмонта Морриса. Эта книга – фундаментальное исследование невербальных сигналов человека. Я бы даже назвал это «Библия языка телодвижений». К слову, так называется первая версия от этого же автора. Эта книга о врожденных жестах, жестах символов, которые в разных культурах имеют разное значение, о сигналах, которые проявляются в стрессовых и напряженных ситуациях. Эта книга расскажет о том, почему мы выполняем то или иное действие и какое значение это может иметь. Особый плюс этой книги за то, что она не просто описывает значение жестов, поз и движения, но делает это в ситуативном контексте. К слову, именно поэтому в моем топе и не будет книги от Алана Пиза. Это хоть простой и понятный формат, однако под собой имеет очень сомнительный научный бэкграунд. Так как игнорируют такие показатели, как базовая линия поведения человека, стимулы и контекст. А анализ невербального поведения без этого контекста, как я говорил, крайне сомнительный. Ладно, как считаете, можно ли узнать, а улжет человек или нет, только взглянув в его глаза, оценив мимику и жесты, как знаменитый Кев Лайтман из развлекательного сериала «Обмани меня»? Даю вам пять секунд. Пять, четыре, три, две, одна. Это очень интересная теория, которая, к сожалению, получает много критики от научного сообщества, и не просто так. Действительно, только лишь простого наблюдения недостаточно. Важно оценивать вербальные параметры, и самое главное, лично взаимодействовать с человеком. Именно поэтому я считаю относительным эталоном книгу Олдерта Фрайя «Три способа выявления лжи». В книге представлены исследования психологических и физиологических параметров человека, и показатель в контексте правдивого и лживого поведения и речи. Я крайне рекомендую ознакомиться с этой книгой любителям читать ложь человека, и избавиться тем самым от многих мифов касательно этой темы. Однако будьте аккуратнее. И помните, что в теме лжи всегда существует фактор погрешности, и никто из нас не застрахован от воздействия различных когнитивных искажений, которые будут мешать нашей объективности. Несмотря на неплохо представленную информацию из этой книги, стоит сказать, что тема исследования лжи еще недостаточно хорошо изучена. Это неточная наука. Хороший специалист проходит длительное обучение, чтобы уметь в совершенстве использовать этот навык. И даже это не является гарантом стопроцентной вероятности ее обнаружения. Но я прекрасно понимаю, что перечитать всю эту литературу у вас навряд ли получится быстро и сразу. Я даже опасаюсь рекомендовать дальше. Кажется, я думаю, что вы спрашиваете у себя, где я найду на это время? И в этой связи уместно будет порекомендовать один телеграм-канал, где автор читает за вас книгу в формате дружеского разговора без нудятины и выдает все самое основное без воды за 10-15 минут. Приятно, конечно, что это еще и бесплатно, и можно слушать когда и где угодно. Лично меня заинтересовали такие книги, как «Теплая чашка в холодный день», как «Физиология и ощущения влияют на наши решения». Иногда бывает, что сделаешь что-то, а потом думаешь, как можно было пойти на такое, принять неверные решения, пойти на уступки или, наоборот, оттолкнуть человека или отказаться от хорошего предложения. В этой книге говорится, что есть связь наших физических, тактильных ощущений с нашими эмоциями, настроением и поступками. Любопытно. Вот еще одна интересная книга от Роберта Чайлдини. Автор говорит, что старые методы убеждения больше не работают, мол, в эпоху кризиса, доверия, избытка информации нужны новые технологии убеждения. Еще не читал, интересно будет послушать, что же там такого нового и уникального. В общем, на этом канале больше 200 книг, послушав которые, так или иначе перестроишь свое сознание. Подписывайтесь, чтобы не забыть, слушайте все, что хотите на свой вкус, тем более, что это бесплатно. Ссылка нигде иначе, как в описании. Следующая книга, которую я посоветую, это «Язык тела, природа и культура» от Марины Бутовской. Ой, эта книга – целое путешествие по миру невербальной коммуникации. Она не самая актуальная, год выпуска 2004, но до сих пор лично для меня является одним из эталонов в теме невербальной коммуникации. Для справки, невербальная коммуникация – это те сообщения, которые не передаются словами. И это не только жест или мимика, а в том числе запахи, цвета, расположение в пространстве и так далее. И именно этому посвящена данная книга. Марина Бутовская дает обзор эволюционных основ невербальной коммуникации человека. В ней изложены самые современные теории эволюционной психологии, приведены примеры, которые получены в последние годы отечественными и зарубежными специалистами по социологии, антропологии, лингвистике и других. Поэтому все свои тезисы автор подкрепляет конкретными научными исследованиями, что не может радовать. Что касается более углубленного изучения эмоций человека, в моем топе вы, все верно, не встретили книги Пола Экмана, все потому, что это не самое простое чтиво. И на русском языке переведены более старые, не так актуальные версии. Я бы не хотел, чтобы вы концентрировали свое внимание исключительно на лице человека, а чтобы у вас был хороший практический инструмент для интерпретации в общем поведении человека и его эмоций. Поэтому как альтернативу я могу предложить «Психология эмоций» от автора Кэрол Дизард. Здесь представлено описание общего механизма возникновения каждой эмоции. Почему, как, какие защитные механизмы, какую роль и функцию выполняет. И от Лизы Фельдман-Барретт «Как рождаются эмоции». Очень много уделяет внимания именно возникновению эмоций. Подает критики того же Пола Экмана, бедного. Но, тем не менее, очень интересный взгляд на то, насколько важен контекст в интерпретации поведения человека, интерпретации его эмоционального состояния, и как расширить свой эмоциональный интеллект, и понимание возникновения эмоций, и вообще на природу их как таковое. Поэтому я очень рекомендую добавить вот эти две книги, если вы собираетесь изучать эмоции человека в свой инструментарий с другими книгами, чтобы формировать более объективную картинку того, почему человек делает то, что делает, почему он чувствует то, что чувствует. Давайте напоследок посоветую одну неплохую, но, возможно, для кого-то не слишком простую книгу, где рассматриваются различные аспекты невербального поведения человека. Книга называется «Психодиагностика невербального поведения» от Альберта Мегровяна. Эта книга наполнена большим количеством экспериментов и исследований в области невербального поведения, где рассматриваются механизмы популярных состояний человека и взаимодействие его с окружающими, сигналы заинтересованности, комфортного и дискомфортного состояния, детская коммуникация, социальное поведение и многое другое. Новичкам рекомендую начать с книг попроще, что рекомендовал в начале ТОПа, а эту оставьте на десерт. Книги – это, безусловно, хорошо, интересно и увлекательно. Однако не забывайте про самое главное, а именно практику. Самый лучший способ пополнить свой наблюдательский бэкграунд и знание о поведении человека – это коммуникация. Причем не только со своими друзьями и родными, а с большим количеством новых незнакомых людей. Чем больше опыт коммуникации, тем больше вы имеете возможность проверить все то, что пишут в книгах и формировать собственный опыт, свой навык интуитивного понимания поведения, который будет помогать на протяжении вашей профессиональной и личной жизни. А на сегодня у меня все. Все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах, и быть на шаг впереди. В свой ТОП я намеренно не стал добавлять книги по различным типологиям и характерологиям, например, Личко, Пономаренко и так далее, потому что, во-первых, у меня ТОП немножко на другую тему, во-вторых, я неоднозначно отношусь к типологиям как таковым, потому что, на мой взгляд, навешивание ярлыков не является правильным для считывания поведения человека. Человек слишком поведение человека, слишком динамичная система, которая может меняться изо дня в день. Сегодня мы один, завтра мы другой, и на нас влияет огромное количество неизменных факторов. А человек, который только начинает свое путешествие в теме чтения человека, его составление психологического портрета, это будет только мешать, потому что вы будете мыслить исключительно только в рамке этих ярлыков, этих шаблонов поведения, и с трудом будете выглядывать за эти рамки. И это снизит вашу объективность и повысит количество...